Здравствуйте, меня зовут Фёдор Васильев. Приветствую вас в проекте Joomla Sensei. Мы продолжаем с вами изучать компонент Alpha User Point, урок номер 77. Давайте перейдем в правила. Следующее правило, которое интересно, это коды баловых купонов. Давайте зайдем внутрь этого правила и посмотрим. Здесь все то же самое. Уровень пользователя истекает, если надо, указываем. Опубликовываем и в принципе сохранить и закрыть. Мы его включили. Здесь мы напрямую не можем назначить баллы. Так что мы делаем дальше? Переходим, кликаем на кнопку панели управления. Нам нужно создать эти купоны. Купоны, смотрите, если вы не понимаете, что это такое, это некий код. Если этот код активировать, то человеку, который активирует этот купон, ему начислится определенное количество баллов. То есть мы сейчас это создадим, эти купоны, и посмотрим, как это работает. Эти купоны, я не знаю, можно выдавать на сайте, например, создать страницу с объявлением, что можно разыграть купон. Или даже продавать его за деньги, все зависит от того, какая у вас там аудитория, чем вы занимаетесь. Например, есть какой-то VIP-раздел, чтобы попасть в этот VIP-раздел, нужно приобрести купон. Купон это активируется. Также в купоне можно сделать так, чтобы эти баллы исчезали с течением времени. То есть здесь можно много что придумать. А реализация купонов, давайте посмотрим, как это делается. Смотрите, у нас можно здесь в Alpha User Point все распределить по папочкам, по категориям, если у вас будет много чего. Поэтому я предлагаю вам сначала создать категорию под купоны. Вот здесь есть такая кнопочка категории, заходим сюда. Изначально у нас тут ничего нет, мы нажимаем создать. Заголовок категории напишем купоны. Здесь в описании, в принципе, можете или что-то написать, или не писать. И нажимаем сохранить, закрыть. Все, у нас категория создана. Не пропустите мои топовые продукты по Joomla. Переходим в Alpha User Point. Дальше, теперь создаем непосредственно купон. Вот здесь есть такая кнопочка кода купонов. Заходим сюда. Здесь ничего нет, нажимаем на кнопку создать. И вот код. Здесь есть такая кнопочка, это генерация купонов. Видите, я кликаю, здесь появляется автоматически номер купона. Если кликаем еще, еще, меняется купон. И так можно создать, сколько вам нужно. Описание купонов. Например, купон для клиентов. Категория. Вот как раз таки мы только что с вами создали категорию купон. Вот здесь она назначается. Для этого купона непосредственно. Убираю здесь купон, категория. И вот здесь мы как раз таки назначаем баллы. Те баллы, которые начислятся при активации этого купона. Купон активируется единожды. То есть активировали, и больше его активировать нельзя. Именно этот. Вы можете создать неограниченное количество купонов. И активировать их сколько хотите. Например, сделаем 1000 баллов. Человек получит при активации вот этого купона. Истекает. Можно поставить дату. Давайте сделаем, например. Истекает в конце этого месяца. И в принципе все сохранить, закрыть. Все. Купон у нас создан. Вот здесь вот будет у нас список купонов находиться. Здесь сразу будет видно сколько баллов. Когда истекает. Дальше. Чтобы купон активировать, нам нужно вывести на фронтальную часть сайта специальный модуль. Который установился вместе с компонентом Alpha User Point. Для этого мы переходим к расширению менеджера модулей. Отсортируем неопубликованные. И видите, их тут достаточно много. Нам нужно найти именно тот модуль, который активирует купоны. Находим здесь вот такой вот модуль. Кликаем по заголовочку. Назовем его сразу активация купона, например. Показать заголовок. Можем показать. Позиция. Выбираем позицию модуля. На вашем шаблоне. Состояние опубликовано. Дальше. Есть у нас тут такие три поля. Это первое поле. Мы можем обращать внимание. Вот это поле. Здесь можно писать текст, который будет находиться выше модуля. Выше поля ввода купона. А вот это поле. Можете ввести текст. Текст будет находиться ниже поля ввода купона. Привязка. Например, на всех страницах обязательно. Ну или на какой-то странице. На одной можно привязать. Ну и в принципе все. Нажимаем сохранить. Давайте пройдем на фронтальную часть сайта. Посмотрим, активировался ли у нас модуль. Да, вот у нас модуль есть. Единственное, что здесь такой есть недостаток. Именно во всех модулях Alpha и UserPoint. Эти модули не переведены на русский язык. То есть где-то будет присутствовать какой-то текст. Это будет не на русском языке. В принципе, это не сложно. Можно зайти в языковые файлы компонента. Найти их и добавить свои русифицированные вот эти строки. Итак, модуль мы вставили. Например, страницу вы подготовили на сайте с рекламой купонов. То есть за что даются купоны, как купон приобрести. Может быть за активность на сайте вы даете купоны и так далее. Нам сейчас главное проверить, чтобы у нас купон активировался. Итак, сейчас я зайду как тестовый пользователь. И допустим, этому тестовому пользователю я вручил купон. Зайдем в Alpha и UserPoint. Коды купонов. И вот купон, например, я вручил. И попробуем активировать. Давайте посмотрим сначала на пользователей. Вот у меня тестовый пользователь Федор. Вы видите, здесь нету баллов никаких. Сейчас должно прийти сразу 1000 баллов. Итак, вставляю код купона, нажимаю Go. И вот здесь вот у нас сразу высвечивается сообщение. Поздравляем, вы заработали 1000 баллов. То есть у нас все работает. Ну и вот некоторые месседжи, сообщения также не переведены почему-то на русский язык. Хотя в основном компонент весь переведен. Обновляем страницу админки пользователя. И вот вы видите в конце, Федор, 1000 баллов получено. Также, как я говорил, позже мы выведем на фронтальную часть сайта все нужные страницы. И пользователи вашего сайта всегда смогут видеть. То есть, во-первых, он увидит, что его тут активировалось. Во-вторых, в пункте меню он сможет зайти в свой профиль и увидеть начисление баллов. Вот так вот просто у нас здесь все работает, подключается. Если посмотрим в админку Alpha User Point, также мы можем наблюдать сообществом, сколько заработано. То есть, 2 балла это я и 1000 баллов пользователь тестовый. И также здесь это все видно одну минуту назад. Коды баллов активированы на 1000 баллов. На этом я урок заканчиваю. Если для вас он был полезным, ставьте, пожалуйста, лайк и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые познавательные выпуски. На этом я с вами прощаюсь и до нового видео, друзья! Если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего, качественного хостинга для вашего лендинга на Adobe Muse или сайта на Joomla, неважно, то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием Hosting. Сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен. Главное примечание хостинга – тестовый период 30 дней. 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно. Второй, очень важный момент – возврат денег в течение 45 дней, если вас не устроят услуги хостинга. Готовый КМС – 3 года на рынке. Молодой хостинг – это очень важно. Онлайн-поддержка на высоте. Перейдя на хостинг, вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник – это онлайн-чат. Круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью. Лояльные цены, мощные сервера. Если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге, но он вам не нравится, служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним. У них есть замечательная акция – 3 месяца бесплатного хостинга. Ознакомиться с данной акцией вы сможете, перейдя на этот хостинг. При оплате за год можно сэкономить до 45%. А также для мощных сайтов хостинг предоставляет мощные сервера. Вы меня знаете, я вам плохого не посоветую. Итак, если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом, ссылочка под этим видео. Переходите и знакомьтесь. Субтитры создавал DimaTorzok